Давайте возьмём первый кейс, классический непонятный, это ОКР, потому что таких кейсов мало, и когда мы говорим про навязчивые мысли ОКР, непонятно, о чём идёт речь. И мне бы хотелось, наверное, с этого кейса начать, потому что он называется вот так, не могу справиться с навязчивыми мыслями ОКР, но под ним 100% вы увидите очень большое количество ответов на те вопросы, которые написали здесь. Потому что, как правило, то, что вы развернули, чувство вины, эмоциональные стагнации, невроз не проходит, скорее всего, вы увидите вот в этом кейсе, девушку зовут Ангелина, недавно вспоминали это чудное имя. И наверняка вы увидите, что в кейсе Ангелина вы увидите ответ на свои вопросы. Поэтому, Ангелина, пожалуйста, позвоните мне, давайте посмотрим, что там у вас за ОКР и что за навязчивые мысли, с которыми вы не можете справиться. Пожалуйста. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Привет. Меня слышно? Нормально? Да, слышно. Супер. А вы меня слышите? Да, слышу. Хорошо. Выключайте тогда трансляцию, а чтобы ничего там у нас не фонело. Сейчас, минуточку. Алло, да-да. Слышно сейчас? Да, сейчас слышно. Супер. Ангелина, сколько вам лет? Мне 28. 28 лет. Когда вы первый раз стали наблюдать, что что-то не так? Ну, первое началось, конечно, с панических атак. Ну, началось хождение по врачам. Потом мысли, что... Когда? Два года назад. Началось с панических атак два года назад. Да? Да. Как началось? Ну, у меня внезапно поднялось давление, там задрожали руки. Я поняла, что мне сейчас станет плохо. Ну, в общем, типичный сценарий. Не, подожди, без типичного. Я ничего не знаю. Итак, поднялось давление, задрожали руки дальше. Ну, я подумала, что мне не хватает воздуха, что я сейчас упаду в обморок. Это сейчас на работе во время обеденного перерыва. Ну, вызвали скорую, меня там отвезли в больницу, все проверили, все хорошо. И потом... Что проверяли? Ну, проверяли давление, сердце, ЭКГ. Потом к неврологу я пошла. А у меня нашли остеохондроз шейный. Я сначала подумала, что, наверное, у меня там сосуд пережался. И у меня давление. Ну, в общем, началось хождение по врачам. В итоге, итог один, что, в принципе, все нормально, с этим все живут. С чем с этим? С остеохондрозом живут? Ну, да. И сосуд там никакой не пережимается, да? Да, что там все в порядке. Сосудов-то даже и нет. Там есть три артерии. И даже если бы они были компрессированы, то совершенно не факт, что это влияет на гемодинамику. Чтобы вертебральные артерии были компрессированы так, чтобы это сказывалось на гемодинамических процессах, это нужно, чтобы было пережато очень большой процент кровотока, да, скажем так, чтобы вы это ощущали. В большинстве случаев остеохондроз проявляется исключительно дегенеративным разрешением, разрушением хряща, который сопровождается болевым синдромом и который сопровождается дискомфортом, да? И он связан с гиподинамией, нарушением водно-солевого баланса, ну и так далее. Хорошо. Дальше что происходило? Ты пугалась как часто-то потом? Да у меня они были практически каждый день. У меня сразу испуг, что опять все начало. Сейчас я тут опять упаду. У меня опять выживет скорую. Опять упаду, а вы падали? Нет. А как это опять упаду, если не падали? Ну, что голова закружится, я потеряю, у меня опять будет плохо, у меня опять сразу зовут скорую. И все это было на работе? Да. Ну, потом это уже и в транспорте, и в гостях. Ну, как бы дома, конечно, поспокойнее было, но вот в общественных местах это все стало проявляться очень активно. По какому кажется, почему? Ну, наверное, потому что мне будет как бы не очень комфортно, если я, например, в обществе упаду в обморок, или мне 55-й раз вызовут скорую на работе, а потом просто уводят. И что будет? Потому что скажут, иди-ка ты дома болеешь, раз у тебя такие симптомы. А если бы так случилось, то что? Ну, это было бы не очень хорошо в финансовом плане, что надо будет искать новую работу, а как я буду искать, если у меня постоянные вот эти были приступы? А перед коллегами вам было бы странно, если бы вам 55 раз вызывали скорую? Ну, наверное, да. Мне было бы некомфортно. В первую очередь, так как у меня женский коллектив, это пошли бы сплетни. Ну, в общем, мне очень было бы приятно. Так, итак, панические атаки каждый день в транспорте, в гостях, в общественных местах стали усиливаться. Дальше что? Ну, вот дальше нахождение по врачам, потом я ходила к некоторым психологам, они тоже, все заканчивалось о том, что не надо их бояться как бы, а почему они возникают, так мне вполне не могут сказать. Потом вот я вышла на вас, поняла, что у меня какой-то внутренний конфликт, и потом стали появляться навязчивые мысли на фоне этих панических атак, что там, а вдруг я там заражусь, или вдруг я тоже сойду с ума, или вдруг я там… Стой, 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 стой. Давай вот это подробнее. И потом стали появляться мысли, а вдруг я заражусь чем? Ну, какой-нибудь там грязной руки, например, дизентерии. Или там, например, поцарапаюсь и дотронусь до грязного поручня. Это тоже какое-нибудь раз. Какое заболевание? Заражение. Ну, чем? Ну, заражение крови. Или там, ну, нуклеоз, например, или там что-нибудь еще. А чем вам это грозит? Вот эти болезни, о которых вы боялись? Ну, не очень хочется болеть. Или там оказаться в больнице. Потому что тогда ты остаешься один со своей болезнью, лежишь, страдаешь. И что? Мучаешься. У тебя колют всякие непонятные лекарства. Почему непонятные? Ну, если, например, будут кого-то антибиотики, то, конечно, это не очень хорошо для организма. Но они помогают? Ну, а не убивать все полезные, как бы, как это сказать, убивать все полезные клетки. Но если у вас вопрос убить негативную проблему и выздороветь, и вылечиться, либо не убивать и умереть, вы что выберете? Конечно, вылечиться. Тогда дискуссия про антибиотики неуместна. Окей, хорошо. Стали появляться мысли, а вдруг заболею, дизентерия, чем-то еще. Ей были какие-то мысли заболеть? Нет, но были потом мысли, что там какое-нибудь происшествие по телевизору показывает, там, допустим, маньяк убил свою жертву. Или там домашнее насилие. И ты думаешь, а если я вот так вдруг сорвусь на нервной почве и тоже кого-нибудь порежу? Если я сорвусь, я расчленю на нервной почве. Ну да, то есть, в разного рода мысли, как говорится, что услышу, то и фантазирую. Да, фантазировать перебили с детства, я смотрю. Так, сорвусь и порежу, что еще? Ну, там кто-то, например, сошел с ума, традиционно, например, а вдруг и я сойду с ума на фоне панических атак, и меня там дурку закроют. А вы знаете прецеденты сумасшествия на фоне панических атак? А теперь нет. А раньше знали? А раньше, да, как бы. Да и какие-то прецеденты? Ну, нервные расстройства, шизофрения, когда нервы не в порядке, все время говорят, ты подлечи свои нервы. А при чем здесь панические атаки, нервные расстройства, шизофрения и ваше сорвусь? Как это связывается? Ну, когда панические атаки, я думаю, что с тобой что-то ненормальное, наверное, что-то с нервами, ты переработал, нервное напряжение же растет, что они же не проходят, значит, наверное, сидит на самом деле что-то не так. А если я сойду с ума... Вы так раньше думали или сейчас? Раньше я так думала, сейчас, после ваших 16-го сезона, вот я была, я понимаю, что это все, как бы, мои образы на почве страха, но все равно они, как бы, не покидают меня периодически. Что не покидает вас? Ну, наверное, больше страх, что я какая-то не такая, что я, может быть, все иду с ума и никогда не разрешится мой внутренний конфликт, и я, может быть, все-таки, верну кого-нибудь, сорвусь. О каком внутреннем конфликте вы говорите? Ну, если они возникают панические атаки, значит... Так у вас возникают панические атаки? Сейчас уже нет, но началось это все с ним. Нет, причем, с чего все началось? Вы сейчас боитесь чего? Вы говорите, может быть, я сорвусь. Но сейчас навязчивых мыслей. Каких? Ну, что я сорвусь на домашних, возьмусь там, возьму за нож, порежу его, или там на том же самом конфликте возьму, выпаду из окна, или там пойду, например, по темной улице, а на меня обязательно нападут, там, не знаю, покрадут, там побьют, ну, такого плана. Или я сяду в автобус, ну, что-то водитель гонит. Блин, наверное, мы сейчас разобьемся, я погибну. А что вы знаете о внутреннем конфликте? И, собственно говоря, почему он так активно фигурирует в вашей жалобе? Ведь вы же начинаете рассказывать, что у вас все началось с панических атак, да? А что вы знаете об этом? Ну, участвуя в 16-м сезоне, я поняла, что, наверное, у меня действительно внутренний конфликт, только какого плана, я не могу понять. Это связано либо с личной жизнью... А как это связано с паническими атаками? Ну, я поклю в себе это напряжение, которое, видимо, может быть, моя цензура, которая не согласна с окружающим миром. И вот это напряжение, оно... Так как я не переключаю мозг, оно в мне копится. И, как вы объясняли, реактор выпрыскивает с помощью панических атак и навязчивых мыслей. Ну, теперь уже навязчивых мыслей. Мы с помощью панических атак ничего не выпрыскиваем. Вы с паническими атаками локально как-то работали? Да, я их проработала. То есть я уже сейчас... Ну, и как вы с ними работали? Что там вас выпрыскивало, простите? Ну, контактировала, не боялась общественных мест, ходила там, умирала, допустим, в торговом... Ну, как я думала, в торговом центре по пять раз в день. Ну, то есть я это все поработала. Навязчивые мысли так и остались. То есть по привычке себя пугать сегодня нет? Нету. Хорошо, давай я здесь остановлюсь. И маленькое уточнение по ветру корректировочек. Во-первых, панические атаки это не выплеск никакой. А если уж и говорить про какой-то выплеск, связанный с накопленным эмоциональным невротическим стрессом, если так можно обобщить, то это исключительно плохое вегетативное состояние. То, что называется самотоформная дисфункция вегетативной нервной системы. У всех людей, у кого, если взять 100 человек с невротическим расстройством, у которых есть вот такой выплеск в вегетатику, говоря по вашим языком, да, клиентским, интернет, у всех 100 человек будет так или иначе выплеск в вегетатику. В виде плохого самочувствия оно очень широко может быть описано. Согласны? То есть, от слабости до шаткости, вялости. Огромное количество вегетативных и самотоформных проявлений. Но не каждый из 100 запаникует. Поэтому некорректно говорить, что панические атаки – это какой-то выплеск, как самостоятельная проблема. Если уж говорить про выплеск, то выплеск – это напряжение. А вот испугаетесь вы этого напряжения, самотоформного, или не испугаетесь, на этот ответ вопрос исключительно в том, как вы воспримете этот выплеск вегетативный. Потому что, например, Зина скажет, да, мне там поплохело, мне там нехорошо, я себя плохо чувствую, и она будет жить просто с тем, что у неё ВСД, у неё просто плохое самочувствие. А вы, например, скажете, ой, что-то не поплохело, кажется, я умираю, кажется, точно сейчас умру. И вы подобным способом мышления выбросите адреналин сами. И это и будет паническая атака. То есть, паническая атака – это не самостоятельный выброс. Паническая атака – это ответная реакция организма на тот образ, который вы подумали. Соответственно, если взять 100 человек с вегетативным выбросом, о котором вы говорите, в результате, неважно, внутренних конфликтов, ни конфликтов, ни сейчас не важно, не каждый испытает панику, потому что не каждый выбросит адреналин сам. А выбросит адреналин только тот, кто начнёт трактовать это как смертельно-патологическая история. Все остальные будут испытывать просто дискомфорт вегетативный. Это понятно? Соответственно, чтобы научиться не испытывать панические атаки, вы должны всего лишь навсего не интерпретировать вегетативное напряжение и плохое самочувствие как чего? Как ужасное. Не, не ужасное, а как что конкретно-то? Почему адреналин выбрасывается? Адреналин не выбрасывается от интерпретации. Знаете, это ужасно. От ужасного адреналин не выбрасывается. Адреналин выбрасывается только при чёткой веровании, что это сейчас грозит вам смертью. Либо биологической, либо социальной. Все увидят, какой кошмар. Потому что для многих, ребят, страх умереть и страх публично засветить свою проблему, вы не представляете, но он одинаков. То есть, человек может выбросить адреналин, подумав, что он вот-вот умрёт, и человек может выбросить адреналин, потому что подумает, что сейчас увидит, какой он неидеальный. Это будут оба адреналиновых реакции, потому что для многих людей социальный позор смерти подобен. Соответственно, вот вам и короткий ответ о том, что такое панические атаки. То есть, чтобы не выбрасывать самому адреналин, то есть, чтобы не паниковать, надо научиться на первом этапе не воспринимать вегетативный дискомфорт самотоформный как угрозу к смерти. Это ясно? С этим вопрос точно у нас закрыт? Да, закрыт. Закрыт. Но вы говорите о том, что вы продолжаете жаловаться на две группы симптомов. Я их так условно разделил, да? Первая группа, может быть, сорвусь на родных и выпрыгну из окна. И вторая группа, нападут на улицы и разобьюсь в такси. Что вы можете сказать по этому поводу? По поводу разобьюсь в такси и вообще там кто-нибудь нападет, я понимаю, что это может случиться с каждым, но никто от этого не застрахован. А со второй группой это будет не очень хорошо, если я сорвусь на близких или выпаду из окна. Что значит не очень хорошо? Ну, это значит, я какая-то косячная. А косячной быть нельзя. Ну, если смотреть детскую тему, то, ну, как бы, да, родители меня очень строго воспитывали. Я вам искренне сочувствую. То есть я была отличницей там до средней школы. Средний мне как-то уже надоело. Я особо не стала их слушать, но они тем самым меня подавляли постоянно. Слушайте, мне нужно написать какую-нибудь работу по поводу корреляции красных дипломов ОКР. Те ребята, кто следит за моим творчеством давно на Ютьюбе и вообще, в принципе, в социальных сетях, они уже наверняка не первый раз слышали, что есть прямая закономерность, и вы еще раз ее сегодня нам транслируете, между красным дипломом и пятерышницей и будущим ОКР. И эта закономерность очень валидна, очень коррелируема и очень практична. Чем больше ты пятерышник и чем больше ты красный медалист, тем хуже твой прогноз. Вот вы сказали, только бы не быть косячной. Что вы об этом думаете, зная какую-то информацию про ОКР? Ну, я понимаю, что идеально быть невозможно. Что действительно, как бы, косячным быть нормально. Но, когда тебе каждый день звонит, например, мама и говорит, что, например, 28 лет ты не замужем, ты же останешься старой девой, давай, давай. И ты думаешь, ну, блин, наверное, да. Надо пойти поебаться с бомжом. Маме же нужно удовлетворить мамину потребности, правда же? Чего с бомжом не трахаемся? Маме же надо. Ну, он же бомж, он же ненормальный. А, внутренний конфликт, да? Ну, да. А 28 годочков нам. Ага. И что, а мама нами до сих пор управляет? С кем вам спать, с кем вам не спать, что ли? Ну, потому что, когда я начинаю говорить, что там, ну, там, это моя жизнь, я сама решу, начинается, что, ну, все понятно, какие-то обиды, типа, вон, твоя старшая сестра, допустим, уже замужем, а ты что-то начинаешь выпендриваться, ну, как-то вот такие разговоры. Не хочется обижать. Почему? Почему? Ну, она же моя мама. Ну, если она пизданутая мама, то что тут сделаешь? Ну, она же моя мама, но родной мой человек. Это понятно, ну и что? Я же не могу послать всех родственников нафиг и остаться одной, ну, как бы. Только потому что их мнение расходит из моей. А вот здесь я бы поподробнее бы с вами побеседовать. Ну, по поводу остаться одна? Ну, как... Вот видите, как интересно вы воспринимаете. То есть, смотри, как интересно получается. У нас есть, как бы, крайность, да? Либо я делаю так, как надо кому-то, и от этого страдаю и болею. Либо я не делаю так, как нужно кому-то, и остаюсь одна. Что тоже является смертью подобным. Из этой концепции вытекает, что у вас нет решения. Поэтому вам и плохо. Потому что жить так, как вы сказали, слушать маму, быть для всех не косячный. Ну, заебло вас, видимо, судя по всему. Ага. Ага. Вот. Но в то же время высказывать свою точку зрения и жёстко отстаивать свои права и свободы. То, что называется личными границами. Ага. Нам страшно. Потому что есть концепция, что я сразу же останусь одна. Ага. И вот здесь как раз-таки и есть тот самый внутренний конфликт, который вы так сильно и долго пытались где-то нарыть. Потому что конфликт заключается между собственными потребностями, с одной стороны, и некой внутренней цензурой и осуждением с другой стороны. Это классический интрапсихический внутренний конфликт, который сопровождает все обсессинно-психостенические расстройства, в том числе и ваши. Потому что на самом деле быть не косячной, быть хорошей для мамы, быть хорошей для окружающих и родственников – это те нормы и правила, которые называются нормативностью. Поэтому вы были всегда пятёрочницей, поэтому вы были всегда хорошей девочкой. Но совершенно не факт, что это ваш выбор. Этот выбор может быть на уровне не расстроить маму. Не быть плохой, чтобы не быть одной. Отсюда вывод. Ангелина, а ну-ка сейчас подумаем головкой. Фронтальной её частью, во всяком случае. Что надо перестать бояться, никто не подсказывает. Чтобы этот внутренний конфликт решился в две секунды. Перестать бояться, что о тебе подумают? Да, но не точно. Перестать бояться быть одной? Верно, умничка. То есть, если бы вы для себя разработали бы и интегрировали, ратифицировали, как мы говорим. Хорошо, приняли концепцию, что если я даже и останусь одна, потому что я сказала, не хочу ебаться с бомжом, не хочу делать так, как вы хотите, в 28 лет, да, на минуточку, а не в 17. И если сила вашего не хочу, и если за этим я даже останусь одна, будет выше, то я вам, как и любой, прости, вселенная, психолог, не нужны. Потому что единственный штырь, на котором крепится ваше интерпсихическое напряжение, это гипертрофированное гипербаллистическое преувеличение страха остаться одной, при условии, что я буду делать так, как я хочу. А кто вам, простите меня, Ангелина, сказал два момента. Первое, что если вы будете делать так, как вы хотите, вы останетесь одной раз. А второе, даже если гипотетически вы сказали своим родственникам, я вот хотела бы так, так и так, так, так и так, это мой вкус, это мой выбор, это мои предпочтения, это моя жизнь, я имею право ошибаться, не спать с кем вы хотите, вообще не замуж не выходить, вообще лесбиянка, да? И вообще детей пока не хочу, вообще не готова, хочу жить своей жизнью, вообще разводить мужик дрозофил. И родители такие говорят, ой, она хочет дрозофил разводить, какой кошмар, дрозофилы, дрозофилы, это нам не подходит, какие дрозофилы, все, мы отказываемся от тебя, ты нам больше не дочь, потому что она хочет разводить, ты подумай, Сеня, что она говорит, мы в нее вложили тонкое духовное искусство, она дрозофилы хочет разводить, все, ты нам больше не дочь. Даже если будет такой ебаный пиздец, что случится-то с вами? Ну, с кем я буду общаться, если останусь одна? Действительно. Ну, я не умею быть наедине с самим собой, скажем так. Действительно, с кем вы будете общаться? То есть, если всех ваших родственников взять, посадить в таз с цементом и утопить в гудзоне, то вы останетесь одна на небетаевом острове. Я правильно понял? Это будет печально. Правильно, это будет печально, конечно. Я согласен, что это будет печально, но вы останетесь, как Робинзон Круза-то? Нет. А кто вокруг вас будет? Будут другие люди. И что, они у нас без языков, без членов, без половых органов и без мозгов? Да нет, все с ними хорошо. Местами. Я не был бы так оптимистичен, что с ними все хорошо, но тем не менее. Но ты понимаешь, к чему я? Я понимаю, но это надо как-то проработать. То есть, по вашей логике, вы сейчас говорите, что я, вся моя вселенная, вся моя жизнь, это мои родственники? Ну, приблизительно, на данный момент, наверное, получается, что да. Я вам искренне сочувствую. Я себе тоже. Вот смотри, вся моя вселенная, это родственники. Чтобы не остаться без этой вселенной, я должна их удовлетворять. Но есть такая неудачка. Удовлетворять их я заебалась. Как же решить этот сложнейший внутренний конфликт? Особенно, который надо копать и накапывать. И вообще он здесь ни при чем. И вообще неврозы и внутренние конфликты ни при чем. И вообще это чушь. Ну, как бы на минуточку, все неврозы интрапсихические. Это опять камень в огород тех людей, которые ни хрена не понимают, что такое неврозы. Так как же решить нам это противоречие? Нужно начать жить так, как я хочу. А, Зайка, ты была на каком сезоне? На шестнадцатом. А ну-ка вспоминай, милая, что такое медиум? Это когда волки сытые, овцы телы. А ну-ка сейчас ко мне быстренько предположи, как это в твоей жизни выглядит. Ну, я удовлетворяю своих родственников, но чтобы мои желания были целы, не шли в ущерб. Это ты сейчас молодец, это ты смоделировала в целом, да? Ну, по формуле. Как это можно наделить реальными какими-то обстоятельствами? Как бы выглядела бы медиум, исходя из твоей конкретной ситуации? Ну, например, тема про замужество, что на данный момент я пока не хочу замуж. Там, мужа, детей, но в то же время объяснить маме, что как бы это мой выбор, и на данный момент я пока этого не хочу. И как бы не надо мне каждый день насиловать мозг на эту тему. Это не совсем медиум, это ближе к харду, потому что мама начнет спекулировать. Здесь более сильно было бы по-другому. Просто кивать, да, например, и говорить, да, конечно, скоро будет, да, вот, 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 буквально сейчас вот я вот уже готовлюсь, да, да, безусловно. То есть, медиум, он хитрый. Медиум, да, потому что если ты понимаешь, что мама у тебя с припязью чуть-чуть, я, почему с припязью, я хочу вот мамам пояснить, почему я так жестко это называю. Потому что только нездоровая на голову мамаша может говорить своей 28-летней дочери, как ей жить. Потому что когда у мамы все хорошо с кукухой, то она говорит, дочь, делай, как считаешь нужным. Когда считаешь нужным? Я бы хотела внуков, я бы хотела там зятя, я бы хотела видеть тебя там семейной, да. Но как бы если ты как бы не готова, это твои какие-то там нюансы, ты сама в них разбирайся, окей? Вот как выглядит здоровое восприятие матери. А когда мама начинает толкать своей дочери модель, намекая ей на возраст, на соседку Зину и так далее, то это явная патология психологическая в этом смысле. Поэтому, ну не психологическая, она в другой серии выражается. Ну это так проще сказать просто. Понимаешь? Поэтому у тебя тут кейс, он соткан из очень простых элементов. Ангелина, послушай меня просто сейчас, можешь вот абстрагироваться и послушать? Он элементарный, зайка. Ты можешь, вот тебе не нужны никакие психологи по большому счёту. Если вот в целом взять тебя как бы выжить, да, вот, и из тебя, прости меня, выжить две капли субстрата, твои проблемы, да, то эти две капли субстрата выглядят очень просто. Есть девочка, которая хочет жить так, как она хочет. Это не выходить замуж сейчас, потому что она, ну как бы, ну как бы, ну как бы не готова. Она не хочет. Она хочет делать так, как она хочет. Это первая часть субстрата. А вторая часть субстрата, что эта девочка очень сильно верит в то, что только её родственники, это вся её вселенная, которые должны её поддерживать во всём, чтобы не оставить одну. Почему? Потому что если она будет без них, без них она не выживет. Вот у меня к тебе вопрос по этому субстрату. Ты, зайка, с чего взяла, что ты без них не выживешь? Ну, может, не потому, что в детстве внушали, что ты одна не выживешь. И как тебе в детстве внушали, что ты одна не выживешь? Я не могу сейчас вспомнить конкретных примеров. Хорошо, как ты себе сейчас рассказываешь, что ты без них не выживешь? Но, предположим, взяли их всех вместе, посадили в таз с цементом, скинули в гудзон. Как ты не выживешь? Финансово. Мне кому будет обратиться за помощью? За какую помощь? В первую очередь. Да, за любую. Там, то же самое за финансовую, например. И идти же мне сразу в банк, брать у них там финансовую помощь. Действительно. И идти же тебе сразу в банк. Там же проценты надо переплачивать. Действительно. Какой ужас. Не придумывать ли тебе другие схемы, как получить деньги? Зачем тебе был красный диплом с золотой медалью-то? Красный диплом с золотой медалью тебе наверняка нужно было, чтобы у мамы деньги взять? Да? Нет, чтобы родители были довольны. Какого хера тебе нужен красный диплом с золотой медалью, если ты ни хера не знаешь, как деньги заработать, только у мамы их взять? Можешь мне объяснить? Не могу. И я не могу, милая. Если уж ты получила красный диплом с золотой медалью, то уж, наверное, ты можешь придумать, как заработать деньги. Ангелина, и я больше, чем уверен, ты это умеешь и знаешь. Ты просто не веришь в то, что ты умеешь. Вот здесь только одна тропа к маме. Вот там сиська и вагина. Все. Вот там только одно решение. Там тепло, уютно и безопасно. Не важно, что там вообще не ценят меня. Не важно, что меня ни во что не ставят и говорят, как надо жить и что надо делать. Но там понятно. Я убежден, зайка, что ты умеешь по-другому, и справишься отлично, и придумаешь, где взять деньги, и как заработать, и как подработать, и как найти выходы и решения в реальной жизни. Без этой сиськи соска и вагины, прости меня за откровенность. Я больше, чем уверен, что у тебя головка хорошо работает. Ты просто не веришь в это. И у тебя только один коридор. Мама и родственники. Вот все. Вот дальше трава не расти просто. Я не против твоих родственников. Потому что если бы у тебя был, например, вариативный вариант, ты бы сказала, если мне потребуется поддержка и помощь, я могу обратиться к родственникам. Но не факт, потому что они такие у меня манипуляторы. Потом я могу перезанять у подруг, пойти подработать, взять дополнительные часы, позвонить Пете, Сереже, Коле, позвонить Плэтотем. Сделать как-то тататататататататататататататататам. И свой математический мозг наконец-то применить. Вот если бы у тебя, милая, вот так бы выглядела голова, ты бы сейчас здесь даже не находилась рядом. Ты бы сейчас трахалась где-нибудь у себя там дома. Понимаешь? И веселилась бы нормально жизнью А ты сидишь перед вебинарой комнаты Не пойми с кем Вот с этим чудовищем И рассказываешь мне Что ты не можешь решить Сложную жизненную ситуацию Потому что только мамы и только родственники Тебя могут поддержать Хотя у тебя красный диплом Ну да Не преувеличиваешь ли ты Эту значимость Показал Змеи Горыныч Скорее всего да Преувеличиваю и не верю Что у меня что-то получится Ну конечно А знаешь почему не веришь Почему Ну догадайся Потому что меня не вселили уверенность в себе Что я могу все сама Ну хорошо Молодец А чтобы она появилась и была Что надо делать Надо начинать действовать За что я буду себя уважать А конкретней Перестать зависеть от мамы Конкретней Хорошо Давай я тебе подскажу Ну давай думай Окей Думай Что надо делать Делать то что я хочу Ну тепло Но не конкретно Смотри Может я вопрос некорректно формулирую Что надо делать Чтобы ты научилась Думать вариативно И верить в то что ты можешь Начинать думать вариативно И раскладывать варианты Какие могут быть И кроме как думать И раскладывать Еще и делать Начинать Умничка Значит вывод какой Чтобы начать верить в себя Надо действовать И увидеть что я могу Надо что делать Действовать А именно Планировать Раскладывать Варианты Действовать Нет Конкретней Затрудняюсь Нет Не затрудняешься Мы с тобой говорили Про один сосок Одну вагину Перестать Зависеть от мамы Как От ее мнения Как Нет Нет Просто Ты говоришь Мне Ты говоришь Я понимаю Что я все Вот это бы могла Но я чувствую Жуткую неуверенность Что я вообще справлюсь Значит что надо сделать Чтобы уверенность получить Справиться Со всем А конкретней Разложиться По полочкам Посмотреть все варианты Хорошо Я перестану тебя насиловать Что получить Уверенность Надо получить Уверенность В действии Как это можно Материализовать В твоем случае И как выглядит Медиум Мама И все родственники Это хорошо Ты их сохраняешь На самый Дальний чулан Своей жизни В смысле моральном Возможности К ним обратиться Поняла? Они как бы есть И ты там Факи не протягиваешь Со словами Харт Либо вы меня Ну ты помнишь Харт как бы выглядел В твоем случае Да Либо Либо Да Ты говоришь Да Окей Они у меня есть На самый крайний вариант Вот прям Крайний вариант Но Я начинаю Сама Думать Как заработать Дополнительно К кому обратиться Если мне требуются Вопросы И ответы Вот ты же сюда пришла Ты же не к маме пришла С своему КР А ко мне Вот те конкретные действия И то же самое Ты должна применить В других сферах своей жизни И когда ты научишься Сама Решать вопросы Не используя Сосок и вагину Когда ты научишься Получать То Что тебе нужно Придумывая Придумывая Как решить вопрос Не ставя Даже никого В известность Вот тогда Ты охренеешь Что ты сама Выздоровеешь Из этой истории Потому что До тех пор Пока ты сама Себе не докажешь Что ты можешь Решать вопросы Вне Вообще Знания Твоих родственников О твоих вопросах И так далее Я Вот когда ты сможешь Сама с этим справляться Ты себе докажешь Что ты можешь Тогда у тебя мозг Сам даст ответ Какой Как я смогу это сделать Нет В целом Какой он тебе Ответ даст мозг Про твою самую Главную Зависимость Что ты самостоятельный И можешь сама И когда у тебя В мозге возникнет вопрос А что будет Если я скажу Где я хочу делать Так как я считаю нужно И у тебя автоматически Придет сомнение А вдруг я останусь Без них Тогда твой мозг Что скажет Ну и что Что в этом такого Да я бы не хотела Но я знаю Что это не критично Потому что у меня Есть конкретные действия На которые я опираюсь У тебя сейчас Нету действий На которых Ты могла бы Опереться Вне Зависимо От своих родственников Поэтому ты Сомневаешься Поэтому ты Как обезьяна С этим бананом Понимаешь А вот если бы У тебя были действия Где ты могла бы Решать вопросы Вне наличия Своих родственников Тогда Когда бы У тебя Стал вопрос Защитить Свои права И личные границы Или страх Что они от меня Даже откажутся Тогда Ты бы через этот Страх Перешагнула И ты бы сказала Мам Я вот буду делать Так как я считаю Нужно И если вам Что-то не нравится Мне очень жаль И у тебя Не было бы страха А вдруг Они Я останусь Одна Потому что У тебя в голове Зайдет Одна простая история Ну конечно же Я одна Не останусь Но даже если Гипотетически Они от меня Откажутся Отвернуться Я что? Я не расстроюсь Нет Не только это Расстроишься Но дело не в этом Я что? Я смогу Сама Все Ну вот И чтобы в это Поверить Тебе нужны Как раз таки Действия А не психология Вот чем Отличается Лже Психотерапия И психология От конкретных Рефлексопатологических Физиологических Процессов Мозга У тебя нету Опыта У тебя нету Поведенческого Навыка На основании Которого Ты получишь Фундаментальный ответ Что я могу Потому что Если ты это Начнешь делать То у тебя мозг Сам выстроит Защитные механизмы В хорошем смысле Со словами Ребят Давайте меня ценить Уважать Но если вы хотите От меня отказаться Потому что я просто Не хочу замуж 28 Это конечно ваше право Я без вас выживу Мне будет жаль конечно Но я выживу Сейчас ты не можешь так сказать Ты говоришь Я без вас не выживу Потому что я без вас Ничего не умею решать Верно Но я без вас Ничего не умею решать Потому что я не пробую Без вас Ни хрена решать То есть у тебя В принципе Давай подытожим Ангелина Есть два варианта Развития событий Либо ты Слушаешь Вот мою рекомендацию И прислушиваешься И говоришь Я оставляю родителей В Неком Хитрой Такой комбинации Что я там Киваю Поддакиваю Но сама В голове держу Что я буду Что Сама решать вопросы То есть ты как бы Их подвигаешь Там Взять деньги у мамы Рассказать с мамой Посоветоваться с мамой Я не знаю Там Спросить у мамы То есть ты подвигаешь Этот вариант Совсем на дальний план И говоришь Так Как мне придумать Нужны какие-то советы А может без советов То есть ты начинаешь Искать Другие способы Получения Решений Другие способы Заработка Не у мамы взять деньги А где бы мне их Можно было заработать Как бы можно было еще А не у мамы А как А не с папой А как А не с братом А как А не с тетей А как А если мне нужна поддержка Окей Предположим У меня семьи вообще нету Как бы я эту поддержку Могла получить Understand Да И вот если ты Вот этот навык Это есть бихвиоризм Физиологический А не психотерапевтический Психологический точнее Да Получишь Это и будет Твой главный Бэкграунд Для мозга Под названием Если вдруг Я останусь без них Я справлюсь И тогда у тебя будет Возможность сказать Уважайте меня Или второй вариант Стучение С течения обстоятельств Они собираются Все в один фургон И случайно В них врезается Камаз И все погибают Ты конечно в шоке Ты конечно в ахере У тебя конечно стресс Но через какое-то время Ты из этого стресса выходишь И тебя жизнь ставит так Что ты не можешь Уже с ними посоветоваться Ты не можешь Уже как бы Спросить И ты вынужден делать Те действия Которых я тебе сказал выше Окей И ты тоже из этого выйдешь Но так или иначе Что в первом Что во втором Трагическом варианте Который я бы не хотел Безусловно У тебя решение одно Какое? Решать все сама Верно Почувствовала вот это? Угу Че ты там улыбаешься сидишь? Нет Я не улыбаюсь Я думаю Ты поняла хотя бы тоннель Как выглядит освещенный? Да Поняла Своими словами В чем проблема? В том что Я не умею решать себя сама Действовать Все время надеюсь на маму И от этого боюсь? От этого боюсь ее разочаровать И от этого веду себя? Так как она хочет А не как? А не как я хочу И как мне от этого? Начинать думать Действовать Нет Как тебе от того Что ты ведешь себя Не так как ты хочешь? Мне некомфортно Твои Твои два момента обсессии Помнишь я тебе начал Я подведу сейчас Кейс под конец Вот есть две группы страхов Нападут на улице Разобьюсь такси Это метафора Твоей небезопасности Как раз это то Что у тебя нету Основы на себя Поэтому ты действительно Чувствуешь себя небезопасной У тебя нету опыта Самой решать Многие вопросы У тебя есть опыт Только бежать за соском Поэтому ты чувствуешь себя Небезопасной В этом обществе Потому что у тебя опыта нету К чисто эволюционно-бихвеоральному Поведенческого опыта Самой в джунглях Поэтому твои страхи Нападут Изнасилуют Чтоб ты бы Бессознательно хотел Наверняка Наконец тоже Разобьются Там и так далее Вот это и есть метафора Твоего страха Под названием Я беззащитна Без близких А первая группа Твоих обсессий Может быть Сорвусь на родителях Вот это может быть Сорвусь Это и есть метафора Как я сорвусь Под названием Я хочу по-своему А вы мне не даете Это оттуда Сомнения И вторая группа Это Выпрыгну там из окна Буду плохой Чем-то заболею В любом случае Это и есть метафора того Как я Боюсь Подвести своих близких Чтоб они подумали Обо мне плохо Чтоб они Разочаровались Что я Косячная Грязная Больная И если они Во мне разочаруются Я буду косячный И плохой Равно Откажутся от меня Что Равно Смерти подобно Потому что Одно я не умею Поэтому Все твои Обсессии На тему Тревоги И на тему Как ты там Останешься Без там Как ты там Заболеешь Накосячишь И так далее И тому подобное Это метафоры Поэтому Когда я слышу Историю Что у Кэр Лечится Не сопротивляться Своим мыслям Не сопротивляйте Своим мыслям Докручивайте Их до конца Блять И чё Как это Человека Сделает Самостоятельным Ну Докрутила Она С этими Ножами Дальше Чё Да и сменится Другая Обсессия Потом будет Третья Обсессия Четвертая Обсессия Пятая Обсессия Конечно Отзыв Тебе бабахнут Ой вы знаете Я больше не боюсь Ножей Потому что Я докрутила До конца И поняла Что это смешно Ха-ха-ха Прошло две недели Блять Чё-то я боюсь СПИДом заболеть Чё-то я боюсь Лесбиянкой стать А чё-то я боюсь На улицу выйти А вдруг Небезопасно Комета в голову упадёт Потому что Нету Базового Момента В терапии В так называемой ОКР Давай ещё раз Ангелина Своими словами В чём же Есть проблема Медленно С чувством С толком С расстановкой Проблема в том Что Я боюсь Что от меня Откажутся родственники И я останусь одна И никому не нужна Ввиду чего Для того Что Я буду делать Какие-то действия И вести себя Не так Как им бы хотелось Но хотелось бы мне Это У меня есть такая Заморочка Потому что У меня есть такая Заморочка Потому что Я не умею Принимать Самое решение Действовать И у меня нету Чего Оп Опыта На основании Которого Я в себя Что Не верю Нет Поверю Да У меня нету Опыта На основании Которого Я в себя Буду Что Верить Да И поскольку Эта опыта Нету Я чувствую Что Я чувствую себя Неуверенно Небезопасно И очень сильно Боюсь Что Остаться Без Одна Без поддержки Ввиду того Что я боюсь Остаться без поддержки Я вынуждена Постоянно Что Всем угождать Умничка Ну теперь Сходится у тебя В голове пазл Который ты не могла Увидеть Сходится Как делать Действовать Примерно Понятно Да Вопросы Вопросы Мне надо Все обдумать Пересматривай Этот кейс Неоднократно Поверь мне Он отвечает На все Твои вопросы Которые Тебе нужны От малого До глубокого Хорошо Еще раз Последний вопрос Что тебе Надо делать Взять Тактику Медиум Конкретно Начинать Делать То Что я Хочу И Не надеяться На родственников Смотри Поправка Медиум На два момента Мы разделим Родственникам Ты киваешь Чтобы их Не будоражить И даже Если ты временно Делаешь Так как им надо Ты это делаешь Как бы Ты киваешь Осознанно Чтобы просто Не будоражить Но самая главная Бихвиральная Форма терапии У тебя какая? Начинать Действовать Делать то Что я хочу Нет Ты начинаешь Решать Вопросы Сама Вот Запомни Вот эта красная Линия твоя Пока у тебя Не возникнут Четкие Поставленные Рефлексы Успеха Под названием Я блять Не знала Как поступить И я маме Не позвонила И разрулила Сама Пока я Нуждалась В поддержке Но я маме Не позвонила И разрулила Сама Вот это Запомни на всю жизнь Вот этот рефлекс Даст тебе Те самые Основы Психологические Не позвонила Разрулила Сама Не посоветовалась Разрулила Сама Не только Сама Но и с помощью Других людей Даже если Это будут Другие люди Третьи Четвертые Не обязательно Один Другой Человек А где-то Сама Где-то С помощью Друзей Подруг И знакомых Где-то Еще Третьих Знакомых Позвонила Знакомым Которые Позвонили Другим Знакомым Это Есть Искусство Выживания В социуме Хома У тебя Этого Атрофировано Понимаешь И вот Когда ты Скажешь Блин Слушай Была Проблема С этим Разрулила Сама Была Проблема С этим Смогла Сама Была Вот Здесь Сама 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 Решила Смогла Справилась У тебя Раз И платформа Под ногами Нарисуется И в какой-то Момент Когда Будут На тебя Опять давить И ты скажешь Ты сможешь Встать И сказать Товарищи Я вот Мам Я очень тебя люблю Я очень тебя ценю Но вот Я Буду Либо так Либо Либо Давай Меня воспринимай Нормально Давай мне Право Ой Та-та-там Та-та-там Но у тебя нету уже тревоги, что если даже их не будет, ты не сможешь. Поняла заход? Да, поняла. Умничка. Мы можем этот кейс по УКР на ютюбе показать? Да, конечно. Супер, спасибо тебе большое. Он будет называться УКР и внутренний конфликт. Потому что хочется показать людям, как это всё-таки выглядит на самом-то деле. И что тут не нужно ходить с психологом годами. Да, конечно, тебе потребуется какая-то поддержка. Но я тебе хочу сказать, что тебе фортануло. Знаешь почему, Ангелина? Почему? Да ты до хера денег можешь сэкономить. Ты только этот кейс запиши себе, сохрани. И если ты можешь его просто тупо переслушивать, тебе никакой психолог не нужен больше. Тебе просто достаточно освежать этот часовой кейс. И тебе уже будет постоянно всё понятно. А дальше ты будешь просто задавать себе вопрос. Буду я действовать или не буду? Всё. Я тебе сэкономил огромное количество денег и времени. Спасибо вам большое. А остаётся только то, чтобы ты начала уметь задаваться самостоятельно решения вопросами. А не постоянно обращаться к привычным схемам рефлексорного поведения. Поняла? Да. Умничка. Уже желаю тебе успеха. Спасибо. Пожалуйста. Пока-пока. Так, ну, как я и предполагал, собственно говоря, наверняка вы сейчас поняли, что действительно я был прав, когда в начале кейса говорил, что наверняка это будет похоже, потому что за 11 лет практики очень много понимания, скажем так, того, что происходит с невротическими расстройствами. И, в принципе, понятно, в какие схемы, в какие паттерны, в какие проблемы они укладываются. Даже скажется, что людям непонятно, что это очень сложно. Ребятки, вопросы по кейсу. Всем ли был понятен, как вам разбор, кто себя увидел, какие уточнения? Пожалуйста. Роберт, имей в виду, что мы по разрешению участницы тоже покажем этот кейс. Он будет называться ОКР и внутренний конфликт. Потому что у нас был кейс панические атаки и внутренний конфликт. А тут будет ОКР и внутренний конфликт. Ребята, вопросы по кейсу. Пожалуйста. Верю ли я в то, что Ангелине можно справиться с самой? Вы знаете, Аня, я верю. Знаете, почему? Я обосную. Потому что, если она пойдет к психологу, шансов, что она найдет в условиях той подготовки психологов, которые есть в нашей стране, того психолога, который будет с ней говорить именно про это, один из ста. Ее шансы увеличиваются, если она этот кейс покажет какому-то психологу, и его эго не бомбанет, и он поймет, о чем этот кейс, и если этот психолог будет с ней работать про что? Про поддержку в поисках решений вне маминого соска, вот тогда да. Но может ли это быть реализовано в жизни, Аня? Это вопрос. Потому что большинство психологов, они верующие в свою идеологию, и сместить собственную идеологию в сторону реального кейса и того, что реально надо делать с поведением человека, они, как правило, не могут. Потому что их эго, их гордыня, из-за которой они пришли в эту типа профессию, настолько высоко и огромно, что они будут делать с ней все, что угодно. Прощать, блядь, что-то там рисовать, рассказывать, блядь, какие-то схемы, блядь, писать, разговаривать с травкой, писать, рисовать животных, блядь, и так далее. Если вот только так, как я сказал. Понятно, Аня? Но у нее есть возможность, о которой я сказал выше. Это пересматривать этот кейс и набираться того самого ресурса, потому что я постарался его вложить в нее. Когда рассказывал этот кейс, она будет смотреть его в записи, и она будет видеть это. Очень многое зависит именно от ее выбора. Все это понимают, да? Именно от ее выбора. То есть, если она поймет, в чем сама загвоздка, и скажет внутри себя, да, действительно, у меня нет опыта. Помните, я очень хорошо увидел, кому понравилась аналогия с красным дипломом и с медалями? Помните? Я говорю, зачем тебе красный диплом и золотая медаль, если ты не умеешь решать вопросы? Мне кажется, это был очень сильный ход, потому что он действительно ставит логический тупик. Мне кажется, у меня хорошо получилось найти эту комбинацию. Да, потому что тогда смысл тебе быть такой умный и такой молодец, если ты не умеешь решать вопросы сама. Но тогда уж примени свой мозг. Если не мама, то, если не к родственникам, то, если не у них, то... Тут кейс, на самом деле, очень простой. Просто вопрос в том, что не все люди, как сказать, могут набраться вот этого мужества и начать действовать так, как им надо, чтобы развить новые формы поведения. Понятно? Спасибо. Что дать человеку, который живет с таким пациентом, и пациент отказывается лечиться? Не очень понимаю. Потому что мама не разрешает. Но тут сложно комментировать, почему мама не разрешает лечиться. Но тут, во-первых, они не лечатся. Это не больные люди в этом смысле. Это люди, которых просто... Для меня это люди, которые просто не умеют. Я их называю... Их можно так назвать. Они не умеют по-другому. Татьяна, да? Они просто не умеют по-другому. Они не больные. Наша Ангелина не виновата в том, что ее задрочили так, что она не научилась. Она в этом не виновата отчасти. Потому что, будучи маленьким ребенком, она была внушаема, вменяема, манипулятивна. И у нее, в принципе, шансы были отстоять. Но их было очень мало. Учитывая, что ее там запугивали, скорее всего, конечно, под действием страха она сложила руки и сказала, да, будет только вы, единственная моя вселенная. Поэтому они не больные. Это первое. Второе. Я бы сказал, что если мама не разрешает, как вы говорите, ходить на консультацию, то тут очень сложно комментировать. И это опять же к вопросу о том, что могут так называемые психологи. Они ничего не могут. Потому что они не могут влезать в выбор людей. Они не могут влезать в выбор родителей. Самая бесполезная история – это пытаться с детьми что-то делать. Потому что психолог там даже талантливый, пытается ребеночку что-то там как-то там с ребенком поработать. Приходит мамаша и говорит, вы мне не нравитесь, пошли в жопу. И вся твоя работа идет под смарку. Даже если гипотетически это полезная типа работа. Поэтому психология – это такая вилами по воде история. И далеко не все возможно вообще по определению. Если сам клиент не поднимет голову и не скажет, да, я хочу находить варианты другие. И да, мама может разочароваться. Но пускай ее разочарование станет платой за то, что я буду жить самостоятельно и сам. И здесь, к сожалению, мы не можем тоже этим выбором управлять. Потому что выбор у каждого будет свой. Есть люди, которые говорят, да, я всю жизнь буду жить так, как хочет мама, пока мама жива. Все. И как бы больше здесь вы ничего с этим сделать не сможете. Она может ходить к вам на терапию годами. Но у нее внутри позиция. Я буду жить так, как хочет мама, пока мама жива, потому что это мой выбор. И вы можете с ней разговаривать годами за ее счет, но ничего не изменится. А она будет выдавать поход к вам, как успокоение себя. Поэтому психотерапия, психология – это очень фантастическая, хитро сделанная история, на которой одни получают а-ля облегчение, а другие зарабатывают. И иногда думая, что они типа помогают. Пожалуйста. И я пользуюсь вас. Увага.